Всем привет! На связи Кето-Коуч, нутрициолог Вера Владимирова. В этом видео коротко расскажу вам о программе курса Кето-Стройность. В данном курсе вы получаете полную теорию кето. Начинаем мы изучение кето-питания с основ. Что такое гормон инсулин? Как он влияет на жирозапасание и жиросжигание? Как развивается инсулинорезистентность? Что такое метаболический синдром и сахарный диабет второго типа? Как избавиться от инсулинорезистентности и сахарного диабета? Как повысить чувствительность клеток к инсулину? Затем мы переходим к изучению продуктов, которые используются в кето-питании. Здесь очень много нюансов, про которые я подробно рассказываю. Например, изучение темы углеводов сопровождается подробными текстами и очень информативными картинками. То есть я вам показываю и общее количество углеводов в каждом овоще, и количество клетчатки, и количество углеводов нет. И почему мы можем включать в свою норму углеводов гораздо больше овощей, чем вам виделось в начале. Затем мы переходим к теме белка. Я вам подробно также с картинками рассказываю, какие именно источники белка предпочтительны и почему. В каких источниках белка содержатся определенные аминокислоты, которые препятствуют жиросжиганию и поддерживают инсулинорезистентность. То есть от этих источников белка целесообразно отказаться. Также в теме белка я подробно объясняю, зачем вам нужен костный бульон. Костный бульон – это важная часть здорового питания. Затем мы переходим к теме жиров. Я подробно рассказываю, какие жиры нужно исключить и почему, какие жиры можно включить в свой рацион, какие жиры нужно включить в свой рацион. Источники этих жиров также подробно рассматриваются. Плюс к этому я даю такую информацию, как механизм достижения сытости. Мало кто знает, например, что необходимо тщательно и долго и медленно жевать пищу. То есть вот такие вот небольшие нюансы, которые накладывают свой отпечаток, также на курсе даются шаги по избавлению от пищевой зависимости. Как правило, люди, которые приходят на курс кетостроенность, процентов 80, имеют пищевую зависимость, хотя могут и не подозревать об этом. И именно на курсе я даю подробную информацию о том, как от нее избавляться. То есть перестать быть зависимыми от еды и получать от еды только пользу, а не удовлетворение. Очень важный момент перехода на новое питание – это использование таких слов, как «можно» и «нельзя». Я приучаю участников своих групп к тому, что слова «нельзя» в принципе не существует. Взрослый человек может позволить себе все. Если это целесообразно, и именно со словом «целесообразно» и «нецелесообразно», мы и будем работать. В практической части курса мы ежедневно занимаемся тем, что формируем свой кеторацион. То есть я даю участникам и рекомендованное меню, и в том числе свободу действий. То есть участники могут как придерживаться этого меню, так и пробовать составлять свой рацион. Участники ведут дневник питания по образцу, по специальному. Я объясняю, зачем это надо. С фотографиями, с письменным отчетом. И ежедневно я эти дневники разбираю, даю обратную связь, говорю, что нужно изменить для того, чтобы получить результат. А результат у каждого свой. То есть вначале вы озвучиваете свои цели. Допустим, вы пришли на кето для того, чтобы снизить вес. Или кто-то приходит на кето для того, чтобы забеременеть. То есть это другая цель. Кто-то приходит на кето для того, чтобы нормализовать уровень сахара. Это тоже другая цель. И под любую из этих целей нужен свой подход. И этот подход я вам даю. И объясняю, почему вам нужно сделать так, а не иначе. Если вы прислушиваетесь к моим советам. Если вы делаете так, как я говорю. Исправляете свой рацион в соответствии с моими рекомендациями. То результаты будут у вас на лице, на талии, на бедрах, на весах. Так что жду вас в группе онлайн курса кетостройность. Будем стройнеть вместе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!